Мать старушка Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы мы рады приветствовать гостей из Эстонии. Слово предоставляется главе муниципального образования Кингисепский муниципальный район Александру Сергееву. Уважаемые ветераны, уважаемые гости города Кингисеппа, сегодня действительно мы продолжаем предпраздничную традицию в преддверии празднования Дня Победы проводить мероприятия, которые являются знаковыми для Кингисепского района и города Кингисеппа. У каждого народа есть такие события, которые остаются неизгладимым шрамом, неизгладимым ударом. Таким является, конечно, Великая Честная война. Насколько граждане, народ будет относиться к этому событию. Потому что именно в плоскости памяти лежат все остальные победы нашего российского народа. С времен, очакивая покорение Крыма, русские воины с доблестью защищали свою родину. Так произошло и в 41-45 годах. И благодарны народу Европы, когда советский солдат вошел, освобождав ее, бросали к сапогам алые цветы. Наши друзья, норвентяне, сегодня с нами. И отдавая дань памяти с наступающим праздником Великой Победы, желаю всем добра, благополучия и счастья. Уважаемые дорогие наши ветераны, уважаемые представители старшего поколения, Сегодня позвольте мне от себя лично и от вас поприветствовать наших соседей, наших побратимов, наших друзей, норвентян, Которые традиционно перед Днем Победы приезжают к нам, Чтобы в первую очередь возложить цветы герою Графову И отдать памяти эстонскому корпусу, стрельковому корпусу, восьмому корпусу, Из которых 85 солдат и офицеров похоронены на Кингисевской земле, Которые отдали свою жизнь за освобождение Нарвы. В те далекие времена Великой Отечественной войны никто не мерился национальностью или какими-то другими факторами. Все бились за победу, за то, чтобы сегодня у нас было мирное небо над головой. Мы сегодня дружим со всем уездом, и с Ихви, и с Силамяя, и с Кохлоярви, и с Нарвой. У нас сложены и побратимские отношения между нашими поселениями, между нашими городами. И мы чтим память героев, как на той стороне, ухаживая за могилами, так и на этой стороне. Поэтому я искренне выражаю всем благодарность, кто сегодня отдает частичку своему времени, чтобы уделить внимание павшим. Мы всегда были сплочены, дружны, мы всегда слышали друг друга в самое тяжелое время, когда происходил распад Советского Союза, когда наши государства в той или иной мере были в натянутых отношениях. При границе всегда работало на созидание, на процветание своих людей. Мы находили ту тонкую ниточку, чтобы сохранить нашу дружбу, чтобы не начинать все с чистого листа когда-нибудь в будущем, в наши будущие поколения, а чтить эту память о прошлом, строить будущее и мечтать, чтобы наши дети жили под мирным небом. С праздником вас всех! Дармо тамисты! Уважаемые ветераны, дорогие друзья, чем крепче есть традиции, тем крепче есть тот народ, который их поддерживает. Традиции бывают тражные. Есть традиции народные, веселые, а есть традиции, которые рождаются в буре истории. И вот эта традиция, когда люди соберутся возле памятников, тех, которые отдали свою жизнь в борьбе против фашизма, против порабощения. Такая, которая живет, и я не сомневаюсь в том, что это будет жить дальше, потому что это передается от дедов. От отцам, от отцов, детям и от детей, внукам. И желаю тоже того, чтобы наши хорошие отношения, о котором говорит Гитаре Вальдович, продолжались, и в нашей области будут делать все, чтобы это так было. Спасибо. Александр Ефимов. Добрый день, уважаемые кингисерцы, ивангородцы, норвитяне. Очень приятно в преддверии очень важного великого праздника быть сегодня вместе с вами, вместе с вами отдавать дань памяти погибшим героям, добывшему великую победу в очень тяжелой войне. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, это было очень многочислено, технически очень подготовлено, поддерживая силами и ресурсами уже захваченных европейских государств армия. И по всем показателям, по всем расчетам они должны были победить. Но победили не они, победили наши отцы и деды, победили в очень кровополитной войне. Очень приятно, что эта традиция нас объединяет, что мы сегодня вместе, что сегодня вместе будет произведено благоустройство на кладбище Эстонского стрелкового корпуса. И, как уже было сказано, это очень важная традиция, она должна продолжаться. Я поздравляю всех вас с наступающим праздником, всего вам хорошего. Дорогие друзья, мне пришлось 32 года общаться с Эстонией. Молодым лейтенантом в 60-м году я в Сусе служил 12 лет в Эстонии, в городе Выру. И ни одного дня, ни с одним эстонцем никогда не было у нас никаких бед. Мы всегда помогали эстонским колхозам, эстонским совхозам, школьникам по первому зову. И вот странно сейчас, как я уже сказал, слова и материалы, которые идут со стороны западной прессы, что в Таллине надругаются над памятниками и историю войны совершенно по-другому преподносит. Да нет же. Она как есть, она есть. Я люблю этих людей. Трудолюбивые, честные, хорошие, прекрасные парни и девчата. У нас офицеры половину девчонок взяли в жены. И сейчас вот такая. Сегодня мы разлагаем и отдаем дань стрелковому корпусу, нашему Игорю Графову. Те парни, которые погибли за кингисеп, 85 человек, лежат на нашей кингисепской земле. И нам не стыдно, что мы за ними ухаживаем, что они лежат в том же месте вместе с нашими солдатами. И мы эту память будем чтить вечно. Спасибо. Слово предоставляется депутату Нарвского городского собрания Ларисе Олениной. Дорогие друзья, вы знаете, для меня сегодня очень знаменательный день. Как всегда, поездка в город Кингисепп – это праздник. Праздник, потому что можно общаться с друзьями. И приятно, что с нами приезжают дети. Это наши школьники из Нарвы, школьники из Ивангорода. И, конечно, мы всегда рады встретиться с ребятами первой школы города Кингисеппа. Эта дружба идет уже несколько лет. И эта дружба неформальная. И объединяет она нас не только потому, что здесь похоронен герой Советского Союза Игорь Графов, а потому, что иначе и быть не может. Кингисепп 1 февраля освободила. А Нарвы-то только 26 июля. Взять штурмом, переправиться через реку на Рову – это было очень сложно. Более 250 тысяч человек погибли под Нарвы. В нашей братской могиле захоронено 26 тысяч человек. Вот так трагичные события связали нас навеки. Дорогие друзья, Игорь Графов из того поколения, о которых когда-то писатель Борис Васильев написал. У них на завтра была война. Я очень люблю песню Булата Ракуджава о том, как до свидания мальчики, потому что мальчишки и девчонки встали на защиту Родины. Дорогие дети, я хочу обратиться к вам. Я верю в то, что все, кто сегодня пришли сюда, навсегда в своем сердце поместят день 9 мая. И день победы, сколько бы лет ни прошло, он будет жить, потому что мы, уже тоже не молодые, завещаем вам. Берегите нашу историю, помните о тех людях, которые сделали все, чтобы мы жили в мире. Всех-всех с праздником, с самым лучшим, с самым светлым, с самым красивым на земле. Когда идет весна, возрождается жизнь, и мы знаем, что жизнь продолжается, благодаря подвигу многих людей. Спасибо вам. В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны, и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до этой даты, объявляется минута молчания. Слава героям, память вечная, жертвам войны. Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они сегодня очень много делают для того, чтобы приводить в порядок братские могилы, оказывают помощь ветеранам, оказывают помощь людям. И поэтому тоже ребята из Луба Магнум будут с нами сегодня работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok